Добрый день! Я Элли Ларсен и это новости Юнисо. Лето заканчивается, скоро трава совсем пожелтеет и перестанет расти. Но оказывается, еще есть участки, куда не ступала нога человека с газонокосилкой или с бензокосой. Мы как раз на таком участке сегодня и находимся. Пойдемте посмотрим. Недавно одна из подписчиков нашего канала обратилась к нам с просьбой помочь ей привести ее участок в порядок. Ну и недолго думая, мы отправились на юг Московской области, чтобы победить вот эти вот джунгли. Здравствуйте, Анна! Рассказывайте, что тут у вас происходит? Ой, ну это наш участок достался от прабабушки. Жили мы тут всей семьей. Года до 95-го. Потом переехали на другую дачу и этот участок остался заброшенным. За ним еще ухаживали где-то до начала 2000-х, а потом совсем забросили. То есть на нем не ступала нога человека лет 18? Да, приблизительно столько. Ань, на этом участке мы увидели два дома. Кому они принадлежат, какая история? Ну, первый дом, который вдоль дороги стоит, он был построен где-то после войны, в послевоенное время. Там жила моя прабабушка с двумя сыновьями, дедушкой моей, моего брата. После ее смерти территория была поделена поровну, но мой дедушка выкупил вторую территорию у брата. И, ну, собственно, получились 20 соток. И после этого мы построили второй дом в где-то 94-м году. Вот, и жили там. Вот дедушка, две дочки его, мама моя и тетя, и я. Ань, что вы планируете здесь делать в дальнейшем, после того, как наша бригада обработает этот участок? Газон, с одной стороны, точно, и с цветочками, а с другой, наверное, будем что-то выращивать. То есть там будут грядки? Да, грядки. Ну, вот на этом месте, где мы находимся, будет газон? Газон, да. Ага, а грядки? Скорее всего, вот на той половине территории. Ну что, мы начинаем нашу работу. Ну вот мы сейчас находимся на участке, на котором буквально 20 минут назад работали наши ребята. Как видите, трава уже практически скошена. И мы решили попросить хозяйку участка Анну, чтобы она попробовала уже лично, испытала в действии работу бензокосы. Аня, как впечатление от работы с бензокосой? Вы знаете, мне очень понравилось. Она очень легкая в использовании и по весу не утяжеляет сильно. Очень хорошая коса. Ну вот, работа идет в самом разгаре. И, Олег, скажи, пожалуйста, какую технику вы сегодня привезли на этот участок, до каких видов работ и с какими сложностями вы столкнулись при обработке? Здравствуйте, Эля. Как бы, когда ехали сюда, сразу слышали задачу такую, что сюда они приезжали 16 лет. То есть участок неровный, имеются старые какие-то железки здесь, деревья поваленные. Очень сложный неровный рельеф. Поэтому для таких задач мы всегда берем с собой РМ-60. Эта машина не боится работать по высокой траве. Также, что очень важно, при ударе режущими ножами, а какое-то препятствие, пенек, железки, которые мы здесь видели на участке, она не ломается. Это ключевой был момент. Скажу сразу, на таком участке только используются вот такого типа газонокосилки. Потому что обычные стандартные газонокосилки здесь работать не смогут. Либо будут они застревать постоянно, либо если нож будет ударять такие вещи, как я здесь РМ-60 ударял, просто она выйдет из строя моментально. Также здесь еще помощником у нас была Кайман ВХ-30. То есть, когда я видел, что есть какие-то арматуры в траве, я оставлял РМ-60 и брал ВХ-30. Ей можно более деликатно окосить вокруг вот этой железки, чтобы спокойно вытащить и продолжить кошение. Ну и как вы думаете, с задачей, поставленной на сегодня, справитесь? Да, Эль, конечно. Я думаю, уже большой объем сделан. Время только обед. Я думаю, еще пару часов и участок будет полностью готов. Ну что, мы завершили свою работу. Как вам теперь ваш внешний вид участка? Ой, вы знаете, я вообще поражена. Очень все красиво. Прям вот как в детстве было. Все ровненько, чистенько. Теперь осталось все это засеять, облагородить и все будет отлично. Спасибо вам огромное за работу. Ань, спасибо, спасибо. И мы очень рады, что смогли вам помочь. Подписывайтесь на наш YouTube-канал и, возможно, в следующий раз мы приедем именно к вам. С вами была Элли Ларсон, пиар-специалист компании Uniso. До скорой встречи. Пока. Продолжение следует...